Всем привет! Это канал Слова Пацана. И это продолжение истории про семью, которая живет здесь в этом доме. Про маму, мальчика Рому 17 лет и маленькую девочку Аню. И сегодня мы приехали к ним в гости, вот с таким чемоданом. Но дом там есть, кстати, я вижу силуэт. Кстати говоря, сегодня мы вообще не предупреждали, что мы приедем. Если в предыдущий раз мы говорили, мы там завтра позавтра будем, сейчас вообще просто приехали и забыли позвонить, да и не стали звонить. У меня есть ощущение, что ты вообще сюда переезжаешь. Да, я тебе тут буду жить. Здорово. Здорово. Это так, как он, видишь? Здорово. Как жизнь? Хорошо. Мы к тебе переезжаем жить. Даже собаке это понравилось. А сестра дома? Да. А ты можешь ее позвать сюда? Ну и выходи вместе с ней. В этой истории мы обращаем внимание на старшего сына Рому. Он такой деятельный, он молодец, он пытается делать ремонт, помогает своей семье. Но еще здесь, в этой семье, есть маленькая девочка Анечка. Она в самом первом выпуске у нас была. Тебя как зовут? Аня. Сколько тебе лет? Семь. Ты уже большая? И что, в школу уже ходишь? Я класс. А потом то она болела, то как-то мы особо ее не снимали. Сегодня в выпуске будет ее значительно больше. Здравствуйте. Привет, привет. Как жизнь? Нормально. Нормально? Не болеешь? Нет. Все поправилось? Угу. Класс. В школе была? Угу. Мы приехали к тебе издалека с подарками. Любишь подарки? Ага. Этот чемодан, ну точнее то, что в нем внутри, это все тебе. Спасибо. Как ты думаешь, что там может быть? Не знаю. Но я предлагаю зайти внутрь, открыть его и посмотреть. Пойдем внутрь. Алисе привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Мася, ты? Как жизнь? Я в тишиночку. Мы тут привезли небольшие презенты Анечке. Они в этом чемодане. Сейчас пойдем посмотрим внутрь. Не против? А тут холодновато. Никогда бы не подумал, что мы заявимся с чемоданом. Вот вообще. Вот это я точно не предполагал сам. Так, 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 так. Ты уже активно. У меня там котенок играет. Это все новое. Что, мерить будем? Мам, дай. Ну, пока что. Отлично. Ну, давай с этого начнем. Как вы поняли, мы привезли целый огромный чемодан совершенно новой, классной, стильной одежды сюда для Ани. И здесь, вот в этой вот еще пока незавершенной комнате, которая в дальнейшем будет санузлом, она и покажет нам все свои образы. Ну, не все, там слишком много, но все основные образы и нам и вам покажет. Потому что здесь хороший свет, потому что здесь удобнее все сделать. Мы даже и не ожидали, но Аня оказалась супермодетницей, пророжденной моделью. А что в сумке-то у тебя покажи? Ух ты. Олей? Угу. Обратите внимание на заколочки в форме морковочки, которые тоже были в чемодане. Вот Феденька, вот Вася. А Федя еще котенок. Как же Федя? Федя, по-моему, большой, или он тоже котенок? У нас со мной котенок, она еще маленькая. А она мама этого... Другого котенка, да? Да. В твоей семье вообще какие-то проблемы есть? Все хорошо. Угу. Что тебе приносит радость? Когда рядом моя мама и Рома. Когда рядом мама и Рома? Да. Они самые любимые мои. Я их просто люблю. А что они для тебя делают хорошего? Вообще, когда кого-то любишь, человек не должен ничего делать. Его просто так любят. Это точно. Угу. Вот Рома, твой старший брат. Угу. Что он делает для семьи вообще? Ремонт. 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 Ты знаешь, что там строится, что там делается? Ванна, туалет и кухня. А до этого вот вы сейчас живете, у вас кухня, ванна, туалета нет, да? Нет. Тебе нравится здесь деревня? Да. Мне нравится природа, осень, зима, весна, ета. Летом можно гулять, летом каникулы, летом цветочки красивые, можно маме какую-нибудь подарить. Любишь обниматься с мамой? Да. Она принесет мне любовь и тепло. А как ты помогаешь маме? Ну, например, там, помести, там, не знаю, кровать заправить, стол помыть, вот такие вот. Ты помощница? Да. Друзей у тебя много? Есть друзья? О классе, это получается, Мефодий, Настя, две Насти, еще одна Настя. Настя, я не помню, ну, Мефодий и Настя, они бат и сестра, вот, потом Ваня, Даня, Агерина, кто там, и я, семь человек. А кого вообще вот во всей школе ты бы самым добрым назвала? Самый добрый он? Да. Он тебя любит, это точно. Поехали, короче говоря. Прям так? Не, одевайся в самую свою лучшую одежду, ну, такую, не на выход, но такую, нерабочую, и погнали с нами. Хорошо. Даже не спрашивает, куда? Тоже, поехали с нами. Не, 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 я не буду брать. Поехали, поехали с нами. Это, прыгни на Рому, если, если, да. Ты хорош, ты что делаешь? Собрался. Ты можешь показать, пожалуйста, вот те элементы мебели, которые ты смастерил? Пока здесь Рома делает ремонт, он параллельно еще из того, что есть под рукой. Да выноси сюда прям. Он параллельно еще сделал табуреточку. Так. Мы такие сначала удивились, типа, о, табуретка, ну, потому что до этого тут была какая-то вот такая странная, и он взял и собрал. И потом появился стул со спинкой. Поэтому, если хотите заказать мебель, вот оно. Это же специально такой дизайн, да, такой? Ну, да. А с деревом нравится работать вообще? Да. А ты кто? Столяр или плотник? А я не знаю. Мы тоже недавно только поняли, что есть разница, оказывается, есть плотник и столер. Ну, на данный момент ты... Столяр! 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 На данный момент столяр. Все, ладно, не томим тебя, не томим зрителей в путь. Помнишь, когда первый раз, когда мы с тобой познакомились, мы пошли с тобой в магазин и сказали тебе, бери все, что хочешь? Такая же история, только если в прошлый раз это были продукты, то этот раз мы приехали в магазин игрушек. Ну, не тебе. Ну, ты понимаешь, кому нужно набрать. Пойдем в магазин игрушек, возьмешь в своей сестре все, что ты считаешь нужным, здесь. Хорошо. Когда мы общались с Аней, мы-то общались с ней, мы знаем, что она там хотела, желала, такие моменты были. Рома не знает, это прикольно. А такой серьезный у тебя взрослый вопрос, можно задам? Давай. Были ли случаи в твоей семье, когда у мамы не было возможности купить какую-то еду, одежду, когда просто денег не хватало? Нет. Тебя мама, видимо, очень любит. Все, что ты просишь у мамы, она тебе все покупает? Старается? Угу. А чем последнее ты маму просила? Одну красивую игрушку. Купила мама? Еще не успела? Нет. А какую ты хотела красивую игрушку? Там куколка, надо просто положить, она может менять цвет, у нее красивые эти, а все я бы хотела куколку, которая умеет летать. Которая летать умеет? Ну, не настоящая, а просто с крылышками. С крылышками? Да. Когда тебе нравится, да? Угу. А домик кукольный у тебя есть? Угу. Я просто из коробки сделаю домик и все. Ты делаешь из коробки? Да, сама из котона, бумаги, и все готово. И куколу посажу, там чай устаю, и сама иногда поиграю, чай. А какие твои самые любимые игрушки? Мишка, и это, тикол, и рев, и вот это, которые вы мне подарили, пони. А есть какие-то игрушки, которые бы ты хотела, о которых ты мечтаешь? Не знаю. Вообще, игрушки это не очень важные, чем близкие. Потому что близкие это мама и ума, они самые важные в семье. Трудновато. Трудновато? Да. Зачем, хочешь, я чуть-чуть подскажу? Давай. Я думаю, что нужно однозначно взять куклу, которая фея с крылышками. Она хотела. Типа Винкс. Не знаю, что такое Винкс. Теперь найти бы ее еще тут среди этого обилия всего. Тихо, тихо, тихо. Смотри. Это что за кукла? Прикольная, кстати. Три бактерия, Ленушка. Какая-то, да. Так вот написано. Да, вижу. Но мне больше нравится, чем барби какие-то, знаешь? Вот тебе надо. Нашел. Нашел? Да. Прикольно. Вот что-то такое, да, выбирай на свой взгляд. Видишь, здесь помимо самой куклы есть еще какие-то наборы. И вот посмотри, что тебе нравится. И по прическе бусики разные. Вообще, когда мы покупаем что-то для девочек, я теряюсь максимально. Вообще, просто конкретно теряюсь. Потому что вот это мне понятно все. Вот эти машины. Я понимаю, какие размеры, прикольно. Какой функционал. Когда мы берем вот это вот. Потом ты дева. Меня самого туда тянет. Да. Мы все такие собрались и просто, что делать, что брать. Мне кажется, вот это прям такая прикольная, интересная. И волосы более такие настоящие. Я вообще считаю, что игрушки это то, что в любом случае развивает мир ребенка. И чем какой-то у тебя есть вариативность этих игрушек, тем больше у тебя развития. Поэтому сейчас, по-моему, Рома добирается до чего-то типа кухни. Чтобы можно было играть в кухню. Для девочек это важно. Да? Да. Уже 7 лет. Задачками. Мне по-самому такое в детстве. Тут даже стиралки есть, смотри. В детстве. А, я помню, кстати, я сам в детстве хотел вот такую. Можешь купить сейчас. Вот прикольная. Помню, когда она говорила, что хочет где-то, какой-нибудь домик для куклы. Я сам видел, что она видео про это смотрела даже. Вот когда мама на телефон сдавала, вот она заходила на такие места и мне прям вспомнилось. Она сама старалась, хотела сделать как-то там домик для куклы. У меня говорят, какие-то там картон, досочки какие-то. Было такое? Да. А что ты думаешь о путешествиях? Какие места ты бы хотела увидеть? Я бы хотела, ну не знаю, где очень красиво. Например, это сидит далеко. Ну ладно, на море. Я там никогда не была. Я всегда хочу научиться плавать. А откуда ты знаешь про море? На картинке. И в фильме, и в мультике. А еще я там маму костюм нарисовала, только я не могу встать. На минутку хотя бы. Ну давай, конечно. Вот. Это ты нарисовала маме? Да. А это кто? Это мамочка. У нее такие робкие, красивенькие глаза. Вот такие. И вот носик. А знаешь, что там внизу? Ну давай. Биби их. Дома. Ром. А, Рома, да? Дома или Рома? Рома, мама, Аня. А еще я маме сделала сама куколку. Две куколки. Ты рукодельница получается? Ты не только модница, но и рукодельница? Угу. Я только шить не умею. То, что у меня нет специальных пальчиков, да и машины такие. Слушай, мне кажется, ты такая деятельная. Мне кажется, ты вообще всему научишься. И плавать, и шить, и путешествовать будешь, и на море съездишь. Я уверен. У тебя все будет хорошо. Прям вот, знаешь, чувствую. А еще я бы хотела просто дома поиграть на море. Ну, у меня чемоданчика нет. А, ты бы хотела поиграть, что ты едешь на море? Да, и школу. В школу и на море что-то едешь. Вот игры такие, да? Угу. То есть, тебе нужен чемоданчик, доска, да? Угу. Для рисования. Хорошие, кстати говоря, мечты. Нестандартные. Угу. Молодец. Смотри, здесь просто посуда получается. Для чая, кастрюли и так далее. И тарелки. Я думаю, что лишних не будет. Никогда не думал, что это так сложно. Сложно, конечно. Так, итого? 9799. Угу, карту. Класс. Я не представляю, честно говоря, реакцию. Я думаю, будет очень рада. Все, спасибо. Всего доброго. А еще мы хотим кое-куда отвезти Рому. В этом выпуске все узнаете. И вот это кое-куда, оно резонирует с тем увлечением, которое мы у Ромы заметили. Это дело, которое может в дальнейшем стать, может быть, даже делом его жизни. Возможно, он потом, когда уже станет старше, займется подобным бизнесом. Есть только такой один момент, что любой бизнес, он сопровождается, в том числе, какими-то еще делами, которые не связаны с любимым делом. Но это прекрасно, что мы живем в такое время, когда начинающим предпринимателям нет необходимости сначала учиться управлять какими-то там документарными процессами, банковскими процессами, юридическими. Достаточно начать работать с Тинькофф Бизнес. Это очень удобно и выгодно. Особенно сейчас, когда мы предлагаем вам воспользоваться настоящим подарком. Бесплатным обслуживанием расчетного счета в течение полугода. И вам даже не придется бегать по инстанциям для успешной регистрации вашего ИП или ООО. Тинькофф сделает все за вас. В такую погоду снежную, особенно актуально. Открывая счет, вы получаете доступ к огромному количеству сервисов для вашего бизнеса. Бесплатная онлайн-бухгалтерия, торговый и интернет-эквайринг, кредиты на развитие бизнеса и многое другое. Для действующего бизнеса выгодные тарифы для обслуживания счета и индивидуальные условия. Бесплатное обслуживание бизнес-карты МИР. Вывод наличных без комиссий до 1 миллион рублей. Любое количество рублевых и валютных счетов бесплатно. А переводы международным партнерам в юанях от 0,1%. В любое удобное для вас время можно производить инкассацию и самоинкассацию. А если у вас возникнут вопросы, вам оперативно поможет в чате или по телефону ваш персональный менеджер. Иметь своего человека в банке – это реально очень важно. Как видите, начать вести свой бизнес легко и совсем не страшно. Поэтому переходите ниже под этим роликом по ссылке в описании и по промокоду, который вы здесь увидели. Получайте бесплатное обслуживание расчетного счета в течение полугода. Торопитесь. Предложение действует до 31 мая. Ниже под роликом ссылка. Так, давай я тебе расскажу, куда мы приехали. В место, где делается, производится мебель. Правильно? Да. Во-первых, ты интересуешься деревом, тебе это может быть интересно. Мы решили по пути заехать и показать себе эту локацию. Во-вторых, самое прикольное, что ты сейчас делаешь ремонт у себя, а здесь, в этом цеху, будет делаться кухня для тебя. Сейчас будет процесс производства тумбочки с нуля до финала за 20 минут. За вас буквально несколько секунд. Все начинается с чего? С компьютера. Все начинается с компьютера. Я сейчас только понял, это вот ее, получается, взяли, распилили, а сейчас вот ее обкрасили, да, смотри? Закромили. Закромили. Сейчас будем делать присадку. Сейчас будем делать присадку? Присадку. Присадку, Рома, сейчас будем делать. Сейчас окромили, а сейчас присадку. Не дырочки, а отверстия. Мы просто попали в мир машин с тобой. Ага, это очень. Столько внимания к одной тумбочке не было еще давно. Надо какое-то послание спрятать там. Типа здесь написать привет, там, или слово пацана. Вот тут, в торце, его нужно шить это. Лично я хочу сказать, что я очень благодарен вообще возможностью, которую дает канал, вдруг в моменте оказаться на производстве мебели. Это суперинтересно, это очень расширяет, конечно, кругозор и делает жизнь интереснее. Разные моменты, и в том числе вот так вот посмотреть вживую, как работают станки, прям при тебе, когда делают изделия, действительно от нуля и до финала, и вот оно. Кажется, может быть, и мелочь, а по-моему, из этого состоит весь мир. По-диму словам мощно. Мощно. Ну что, тумба готова, тумба вручена даже Роме. Рома сбирает ее с собой, и сейчас мы уже едем, все, домой, потому что нам нужно привезти туда все игрушки, которые мы накупили. Ну и тумба тоже. О, круто. А письменные доски есть еще? Нет. Все, удобно, прям все в одном месте. Ну, чемодан. Судя, потому что она, ну, знаешь, розовый цвет, мы почти определились. Тут еще вот с пони. Я бы, где вот это? Я тоже это. Я прям сразу на него себе. Прям вообще, мне тоже нравится. Она очень хотела играть, и путешествия, мечтает отправиться в путешествие, мне кажется, вообще классно. И вполне себе, может быть, слушай, смотри. Да. Давай еще купим ей, может, карандашей набор еще. Ну, плюс ко всему, можно. Цветных для развивания, для развития, то есть, да. Дочек. О, слышь, нормально. На отдых. Во. Мы ищем новые истории. Вот история, которую вы сейчас смотрите, про Рому, это одна из многих историй в нашем канале. Истории разные. Истории по-своему уникальны. Поэтому, если вы, наши зрители, вас много, если вы знаете какую-нибудь особенную, уникальную историю, напишите, пожалуйста, нам про нее, либо на почту, либо в Телеграм, ниже под роликом, будет вся информация, куда можно это все отправить. И важно, пишите, пожалуйста, подробнее, как я уже сказал, и оставляйте, пожалуйста, контакты для обратной связи с вами, чтобы можно было еще больше подробностей вас узнать. Слушай, я все равно даже таких собачек опасаюсь. Ты смотри. Ну ладно, ладно, все, такой уже не опасаюсь. Прикольно. Мы еще заехали же до этого в одно место, ты просто не знаешь. И взяли то, что ты, скорее всего, не взял бы. На, это же твое покупка. А вот это вот покупка наша. И это чемоданчик, а внутри чемоданчик еще набор всяких там карандашей, пластилина и так далее. И еще, да, еще, а где еще? А где еще? Где еще, действительно. А где еще? Может, мы и там забыли? А где там? В магазине. А мы ее там забыли. Сто процентов. Мы ее не несли обратно. Нет, мы заигрались в чемодан, ты рулил эту машинку. Вспомнишь, да? Стоечка. О! Должок. Ладно, ну, значит, как есть, что-то бывает. Для чего мы все вот это затеяли и делаем? Во-первых, действительно, была история, что мы поняли, что Анечка как-то была обделена нашим вниманием все это время. И плюс ко всему, это возможность тебе сделать подарок своей сестре, чтобы у нее было яркое детство. Игрушки все-таки дают яркое детство, согласись. Ну да. Скажи, а когда ты вырастешь, кем бы ты хотела стать в будущем? Я знаю доктора, магазин и как вы. А как мы, это кто? Другие. Хотела бы снимать на камеру? Угу. Интересно. А вы что умеете сказать? Что мы? А ты задай нам вопрос, мы скажем тебе. Что бы вы хотели? А ты еще говорил, хотел блогером быть. Вот. Да. На, тебе камеру держи. Снимай нас, ты можешь вопросы задавать. Только тяжелые, чувствуешь? Все. Ого. А что вы хотели из жизни? Чтобы у всех людей все было хорошо. И в вашей семье тоже. А ты? Я бы хотел, чтобы не было болезней. Чтобы люди не болели. Чтобы близкие, фиг дом или рядом с близкими. Чтобы не было разлук, расставаний. Ну это в принципе то, что Дима сказал. Я просто немножко углубился. Ай, какая тяжеленькая. А ты возьми вот это вот. Давай поменяемся. А вы бы хотели куда-нибудь ездить? Очень. Я вообще путешествовать очень люблю. Обожаю. А куда ты ездил? Я много где был. Я был во многих странах и во многих частях нашей большой страны. Прям много где. А где ты живешь? Живу в Москве. Это столица нашей страны. А ты? Я тоже. Вы в оба живете в одном доме? Нет. В разных домах. Москва очень большая. И мы, кстати, в разных странах ее живем. Да, это проблема. Нам неудобно из-за этого очень. А вы бы хотели всегда быть вместе? Нет. Нет. Ну, нет. Мы так слишком много времени. Да, слишком, слишком. А что вы любите кушать? Ой, мне кажется, я по настроению люблю кушать. Вот у меня даже, мне кажется, нет любимого блюда. Это вот, знаешь, захотелось что-то. Я хочу это. Понятно. Понятно. А ты? Я люблю очень морепродукты. Это как раз всякие существа, которые живут в море. А что бы вы, именно вы, хотели, чтобы у вас все было хорошо? Что вы дружили? И сколько вы вообще бы дружили, общались друг с другом? Нам бы очень хотелось, чтобы вот это вот дело, вот мы снимаем, что-то с камерами уходим, чтобы это длилось как можно дольше, чтобы это было интересно. Вот у нас смотрят туда наши зрители. Мы еще один канал даже открыли. Еще один. Я очень попрошу вот зрителей, вы ниже под роликом есть ссылка. У нас есть еще один канал, такой он прям называется слово пацанат 2.0. Там мы другие, там мы как раз, ну немножко такие более задорные. Пусть там будут глупости какие-то, пусть там будут какие-то нестандартные моменты, и в том числе моменты, которые в ролик у нас не входят, и моменты объяснения по роликам. Короче, вы нас смотрите, мы стараемся для вас делать разный контент, поэтому подпишитесь на наш новый еще один канал. Подпишитесь на ребят, они окились в свой еще один канал. Слово пацана 2.0. Подпишитесь, пожалуйста, на них. Так, ну что, я думаю, что, может быть, мы позовем Аню сюда? Да. Ну да. Че себе? Какой хороший. От радости подпрыгивает. Ну, в общем, молодец, собачка. Молодец. Так тоже могу. Все, ставь ее, хватит. Да, я, пускай попозирует. Так, смотри, Аня идет, давай, клади собаку. Привет. Как жизнь? Мы взяли Рому сегодня. Пойдем сюда. Взяли Рому. Как думаешь, для чего? Как ты думаешь? Наверное, Роме вещи взять. А? Роме вещи взять? Нет. Мы взяли Рому для того, чтобы он смог съездить и купить тебе подарки. Он все выбирал. Давай, 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 обнимайся с сестрой. Ну, Ром, хорош. А коти? Да. Спасибо, папа. Посмотри, посмотри внимательно, что там. Тут куколки. Спасибо. И можно и дубик тоже. А это я дома делаю. Это, это, это. А чемоданчик я тоже дома посетил. Спасибо. О, пожалуйста. О, можешь мне? Помнишь, ты говорила про чемоданчик? Давай, давай, давай. Это я возьму. Возьму, возьму, возьму. Вон, возьми чемоданчик. Хотя, чемоданчик я сама. Темоданчик сама? Он, кстати говоря, не пустой. Маш, ты мне подарки. Вон, купил мне подарки. Сам. Спасибо. Здравствуйте. Еще раз. Кто чемоданчик? Вот так. Там что-то еще есть, мне кажется. Он такой тяжелый какой-то. На чемоданчике мечтала? Ты говоришь, чемоданчик хочу путешествовать. Угу. Играть в путешествия. Ань, там, там. Ух ты, постелинка. Так, закрепляет. Вау. Ну-ка, подпихи. Какая... Я буду ее ощущать. Как ты быстро здесь что-то с тобой переделись. Вау. Тут готовить можно. Вкусняшки всякие. О, это сиськи. Вау. Так, вот еще. Тут еще есть. А, как тут? Сила. Ну, Буг, да не уйдет. О, я видел такое. Там была собачка. А тут у меня маленький котеночек. Хорошенький. Вау. Красный. Ой. Он что, настоящий? Я думал, он игрушечный. Это игрушка. Крекаться. А, это крико. Домик для кукол. Вау. Какой классный. А какой ты будешь собирать? Угу. Ну, соберешь, в общем. Рома поможет. Ань. А, нет. Все вот это вот, все здесь, выбирал Рома. Он ходил по магазину. Он оказался совершенно удивительным для себя в мире детских девчачьих игрушек. Представляешь? Он ходил, говорил, так, розовый цвет, не розовый цвет, такое-сякое. И все выбирал. И вот это все он для себя выбрал. Понятно. Они уже подружились. Он будет с тобой теперь жить и дружить с тобой. Ну что, вот такие действия сегодня были. Если в прошлом ролике у нас была супер глобальная история, был закрыт кредит, и теперь у этой семьи есть возможность покупать все продукты и все необходимое, то в этом ролике мы сделали акцент на таких простых эмоциях. На маленьких радостях, но таких важных для этой семьи и для Анечки. Зрителям огромное спасибо, что вы нас смотрите. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. Вместе с вами мы делаем вот это все. И у нас это, по-моему, иногда так неплохо получается. Всем спасибо за просмотр. До следующего выпуска. Всем пока. Камера закрывает ты рукой.